Работа, которую мы проводим, она складывается из нескольких направлений. Действительно, по стандартам работа не прекращалась и продолжается. Обращу внимание, что в текущих версиях 382-П, в новой редакции 552-го положения, в новых документах, которые сейчас находятся на согласовании ФСБ и потом, соответственно, будет Минюст, устанавливающие требования обязательные к кредитным и некредитным финансовым организациям, уже мы реализовали подход, о котором давно говорили, то есть подход, когда технические требования сосредоточены в ГОСТе, это ГОСТ, собственно, уже рабочий, и требования организационного характера сосредоточены уже, соответственно, в нормативных документах. Но на самом деле это только часть работы, то есть это нормативные требования, которые вы фактически должны выполнять. О чем мы говорим дальше? Мы говорим о том, что нам надо постепенно переходить к изменению надзора в этой части и совершенно другого подхода. Как мы, собственно, себя видим? Ну, прежде всего, формулируя цели, мы говорим о том, что прежде всего это защита прав потребителей финансовых услуг с точки зрения информационной безопасности, это обеспечение операционной надежности финансовых организаций, как таковых, и формирование экономической заинтересованности, прежде всего, менеджмента и владельцев финансовых организаций, для того, чтобы они действительно занимались информационной безопасностью. Как ни странно, все инциденты последние, которые мы видели, они связаны не с техническими вопросами, они связаны с тем, что фактически на уровне менеджмента организаций внимания даже не к информационной безопасности, а к правильной организации IT-инфраструктуры, к правильной организации функционирования IT-сервисов просто не было. Ну, вот как вот что-то работало, где-то там информатизаторы что-то делали, ну и хорошо. Естественно, это накладывает отпечаток уже на вопрос, связанный с информационной безопасностью. Вот поэтому три основные цели, которые мы в этой части преследуем. Ну и, естественно, субъектами надзора у нас становятся уже не только кредитные организации, но еще и организации некредитного блока. Как мы себе видим этот подход? Мы же всегда говорили про рискоориентированный подход, всегда говорили про дифференцированный подход к регулированию. В нашем понимании это раскладывается на формирование так называемого профиля рисков, который состоит из пяти базовых компонентов. И вот здесь начинается самое интересное, да, практически большая часть вопросов, которые в нормативных документах сейчас заложены, о которых мы говорили с вами на протяжении там ближайших трех лет здесь на форуме, ну постепенно будем реализовывать уже, собственно, в технике. Что нас интересует? Ну, например, уровень потерь, который банк несет, с точки зрения атак на его клиента или с точки зрения атак на него. Мы хотели бы, и это одна из таких вот новаций, измерять не по отчетам, которые предоставляют сейчас финансовые организации, а постепенно перейти к анализу тех данных, которые приходят по системе фит-антифрод в автоматизированную систему финцерта. И это дало бы нам возможность, во-первых, иметь более объективную картину, во-вторых, как это реально работающий проект, избавить банки от необходимости формировать отчетность. Но это не все, да, нас интересует в том числе и состояние, вот Василий Анатольевич упомянул, о работе с обращениями граждан. Так вот, нас интересует не только обращение граждан, нас еще интересует информационный фон, который возникает в интернет-пространстве, в отношении, вообще в медийном пространстве, в отношении той или иной финансовой организации. Потому что на самом деле это может говорить об очень многих проблемах. Действительно, Василий Анатольевич, совершенно прав, это повод реагировать с точки зрения надзора и повод реагировать с точки зрения надежности обеспечения информационной безопасности и операционной надежности организации в целом. Нередко мы сейчас сталкиваемся с тем, что действительно есть выявленный по интернет-каналам, телеграм-каналам, по фейсбучным сообщениям. Идет волна в отношении какой-то конкретной организации, мы туда начинаем обращаться. И действительно, и факт подтверждается, и выясняется, что там все гораздо хуже, чем даже пишут, собственно, в интернет-каналах. А в чем проблема? Проблема, опять же, в том же, что на уровне руководства нет внимания к этим вопросам. Отдельно я хотел бы обратить внимание на стресс-тестирование. Если вы помните, мы заложили норму обязательной оценки, внешней оценки соответствия для всех кредитных организаций, требований информационной безопасности. Заложили норму обязательного проведения пин-тестов и сканирования на уязвимости. То есть это первый шаг к тому, что мы хотели бы точно так же, как наши коллеги в других юрисдикциях, постепенно переходить к централизованному стресс-тестированию инфраструктуры финансовых организаций. У нас на эту тему есть свои мысли, но здесь я бы все-таки обратил внимание на то, что самостоятельно, конечно, мы это не справимся, а для того, чтобы привлекать кого-то и какие-то профессиональные организации, нам не хватает малости. Нам не хватает системы оценки качества работы этих организаций. И это то, над чем мы будем работать совместно с другими регуляторами, то есть с Афстеком и ФСБ. Ну, где-то слайд особо долго корректировать, комментировать не буду. Он будет у вас там доступен в материалах форума. Это некоторая схема того, какие информационные потоки, как они, соответственно, будут обрабатываться. И самая главная мысль здесь в чем? Мы рассчитываем на то, что система АСО и Финцерт – это некое ядро, которое будет аккумулировать те знания в машиночитаемом виде о ситуационных вопросах, связанных с информационной безопасностью. Что и как у вас происходит. Это база для анализа. И дальше уже, соответственно, база для принятия решений, связанных либо с надзором, либо с помощью чисто операционной со стороны Финцерта или привлечения каких-то дополнительных ресурсов со стороны правоохранительных органов. Вот это как приблизительно в двух словах то направление, которое мы будем развивать. И то, что связано с киберриском и риском операционной надежности.